здравствуйте в сегодняшнем видео мы посмотрим как на сайте liches выполнена функция анализ партий движком stockfish stockfish 7 если не ошибаюсь используется естественно анализ экспресс он не дает стопроцентной вероятности того что это правильно но тем не менее движок тактически очень сильный и поэтому все тактические какие есть нюансы движок естественно нам покажет итак мы на главной странице заходим в профиль я вот уже под своим ником заходим в профиль смотрим сыгранный турнир который я сыграл вчера деле классика ларена и вот эти партии мы как раз посмотрим начинаем с первой партии заходим нажимаем на доску заходим в партию нажимаем анализ справа посередине после списка нажимаем анализ нажимаем компьютерный анализ середине внизу запросить компьютерный анализ запрашиваем и через некоторое время движок на сервере анализирует эту партию и покажет нам какие ошибки были допущены в партии итак как мы видим анализ завершён сразу можем посмотреть как он оценивает игру белых 4 сомнительных хода одна ошибка у черных то есть у меня четыре сомнительных хода две ошибки и одна грубая ошибка скорее всего из-за этой грубой ошибки я и проиграл и так давайте посмотрим но я уже по вчерашнему даже помню то что когда оставалось уже меньше минуты пришлось решать сложную тактическую угрозу был сделан шах жертвой ферзя белыми но мы это все посмотрим итак е4 е5 d4 центральный дебют ед c3 а теперь это да нешь гамбит датский гамбит если еще пешку б2 черные заберут то это будет уже северный гамбит я от северного гамбита отказался съел только одну пешку dc слон c4 вот предлагает северный гамбит но я отказываюсь от северного гамбита играю слон b4 и это ход скажем так не самый сильнейший потому что позволяет белым забрать пешку f7 и разменять слона на b4 но в принципе движок ничего тут в данном случае не советует слон b4 не осуждает хотя я сам к этому ходу так скажем скептически сейчас отношусь после этого удара слон бьет f7 король бьет f7 ферзь b3 d5 правильно я сыграл ферзь бьет b4 конь c6 позицию уже компьютер оценивает как минус 1 в пользу черных ферзь бьет c3 и вот здесь ферзь f6 игра на размен осуждает советует ход конь f6 и приводит там вариант но варианту этому доверять особо не стоит поэтому просто ограничимся тем что советует ход конь f6 с выводом фигуры то есть более активную игру ну что ж этом я буду более подробно отдельно разбираться а сейчас просто ограничимся тем что ферзь f6 осуждается ферзь f6 ферзь b3 конь d4 также осуждается ферзь е6 советуется но опять же как бы сложно было пойти на этот ход конь е6 а это вроде как темповой но перевес уже дает белым этот ход конь d4 ферзь c3 советует ферзь d5 белым играть но сыграл соперник ферзь c3 д и е партия не выходит за рамки равной оценка по нулям или минус 0 2 то есть чуть-чуть лучше у черных конь f5 ферзь c7 конь g на е7 конь c3 конь бьет е3 ферзь ладья f8 конь g2 король g8 30 слон f5 вот здесь уже компьютер начал давать 0 5 в пользу белых хотя не осуждает ходы черных до этого ладья h на f1 ладья f на c8 ферзь а5 b6 ферзь b4 ферзь е5 h3 опять ферзь d4 и тут предлагает размен ферзей ферзь бьет d4 осуждает ход ферзь c7 который я сыграл но размениваться мне не хотелось то есть хотелось сыграть на атаку вариант смотреть естественно тут смысла нет потому что экспресс анализ то есть только сама идея как какую компьютер находит еще помимо того что было сыграно в партии же 4 слон g6 осуждает ладья d8 советую слон g6 король b1 и вот после этого хода король b1 оценка плюс 0 8 в пользу белых б5 оценка плюс 1 стала ладья c1 ферзь b7 ферзь е5 осуждает ход ферзь е5 теряет перевес белые считает компьютер конь f4 советует вместо этого хода наверное это и правильно ладья е8 ошибка вот этот ход b4 надо было играть думал я над этим ходом b4 но время уже поджимала ладья е8 перевес в полторы пешки ферзь бьет b5 ферзь a7 перевес в две пешки конь d4 ладья а на b8 ферзь c4 король h8 конь c на b5 ферзь b6 советует ферзь b7 но тут позиция уже сложная переходят в атаку белые осуждать от ферзь b6 тут как бы под вилку подставляться конь d6 не хотелось хотя конечно сразу она не проходила но тем не менее идея вилки мне не понравилось поэтому пошел ферзь b6 а4 ладья е на d8 конь е6 ладья d3 и вот эта комбинация компьютер считает что она была неправильной ферзь c8 ферзь c8 шаг угроза по 8 горизонтали она отражалась после хода ладья c8 катастрофичного надо было играть просто конь g8 конь g8 и перевеса там такого бы не было а тут получилось просто разгром ладья бьет c8 ладья бьет c8 и теперь если закрываться конем конь g8 теперь уже эта идея с конем видим не проходит конь g8 потому что следует эффектный удар ладья бьет g8 король g8 и ладья f8 мат в партии было сыграно ладья d8 но это ничто не меняет пришлось после того как забрал ферзя отдать ферзя но свое оправдание хочу сказать что оставалось меньше 20 секунд уже 25 секунд если не ошибаюсь где-то так и у соперника было полторы минуты то есть все шансы на победу у соперника сохранялись найти ход конь g8 при недостатке времени оказалось сложной задачей и так вот такая партия теперь что делаем дальше нажимаем на фен и pgm и нажимаем скачать без аннотации то есть нас в данном случае экспресс анализ вполне устроил идея мы запомнили разбирать партию надо все-таки в программе чесбэйс или фриц или в чес ассистенте или в аквариуме то есть вот в этих программах надо разбирать уже более подробно в данном случае мы посмотрели первую партию с экспресс анализом какие ошибки были сделаны и теперь скачиваем просто скачать без аннотации скачивается у нас в папку download если кто знает эта папка находится в моих документах мои документы download партия скопирована в pgm формате и ее можно будет открыть в африце и вот в тех программах которые я называл чесбэйс и аквариуме значит в чес ассистенте то есть в этих программах можно будет открыть эту партию и там уже анализировать теперь переходим к следующей партии так первым мы посмотрели вторая партия жмем анализ компьютерный анализ запросить компьютерный анализ и iss так анализ завершён давайте смотреть е4 е5 конь f3 слон d6 но это явно конечно плохой ход слон д6 сразу дает большее переменство это мы и сами как бы можем видеть то что пешка d загорожена слоном у белопольного слона выход только на б7 либо на а6 давайте смотреть дальше слон c4 конь f6 конь c3 рокировка d3 конь c6 слон g5 h6 слон h4 слон е7 ну вот ошибку свою признал соперник сыграл слон е7 ферзь d2 осуждается этот ход сомнительный а4 надо было играть до масштабная игра масштабная игра то есть на двух флангах сразу такой ход конечно надо смотреть более основательно продолжим дальше конь d4 это ферзь d2 конь d4 также осуждается отход советуется конь d4 нанести удар да действительно ферзь d2 позволяет нанести удар конь е4 я вот этого вообще не видел если честно говоря тут получается что слон h4 у нас будет под нападением слона и ферзя за защиту у него только от коня до соперник этого тоже не увидел ладно идем дальше 3 0 конь бьет f3 сомнительный ход gf советует советует советовал он вместо конь бьет f3 сыграть d6 спокойно развиваться смотрим дальше так же fc6 ладья d на g1 конь h5 сразу плюс 7 дает перевеса белым этот ход и действительно как мы видим не учли того что под связкой находится король слон бьет е7 последовало надо было играть король h8 отступить а здесь последовал слон бьет е7 ферзь бьет е7 ферзь бьет h6 провисает конь ферзь h4 защищая его это вообще ошибочный ход советует просто отдать коня но без коня играть как мы понимаем это совсем глупо а здесь я допустил свою очередь тоже ошибку сыграл ладья g4 просто-напросто забыв о том что ладья связывает пешку же ферзь будет съеден этой пешкой в случае если ладья будет уничтожена надо было играть естественно ладья g7 и выигрывать ферзя вот этого я не учел то есть ладья g7 от мата угроза только бить конь бьет g7 и ферзь бьет h4 все партия была бы сделана тут получается следующая ладья g4 последовал сразу удар ферзь g4 fg gh gh d6 и получился эншпиль где лишнее качество у черных хорошо что рейтинг у шахматиста был небольшой 1582 и мне удалось его переиграть на ошибался соперник причем ошибся всего лишь один раз и грубо сомнительных ошибок у него было восемь и одна ошибка и тем не менее при моих четырех грубых ошибках ничьи 14 сомнительных ходов а это наоборот оказывается у меня одна грубая ошибка у соперника 4 грубых ошибки вот благодаря этим четырем грубым ошибкам я и спас партию давайте смотреть дальше владея g1 король h7 он е2 слон е6 слон b3 но осуждать этот ход я бы не стал слон бьет б3 а б б 5 f3 f5 конь g3 фе д е конь бьет е4 ладья g8 вот здесь он зевнул самое главное для меня начинает партия становиться лучше зевнул качество правда у него все равно положению приятней позиции лучше так здесь после владеешь f5 уже оценивает всего лишь в 0 8 в пользу белых причем перевес уже ладья бьет h2 ладья бьет е5 ладья h1 король d2 ладья b1 король c3 ладья g1 король c4 ладья g5 ладья g6 ладья g6 ладья g6 b4 король c4 ладья h2 король b5 ладья h5 король b6 король h7 ладья g4 б4 h3 d4 ладья b6 король а5 h3 c4 ладья b4 h3 Ладья А5, Х2 Ладья А1, Ладья А6 Ладья А1, КГ7 КС5, КФ7, Д5 КЕ7, С4 КД7, Б4 КС7, Б5 КБ7, Б4 КС7, КД4 КД6, С5 КС7, Б6 КБ7, КС4 КС8, С6 КБ8 КС5 КС8, Б7 КБ8 Так, а вот здесь я не увидел, что надо было ставить просто мат Давать возможность поставить ферзя Черным и давать мат Вот этого я, конечно, не стал считать Я по инспильной технике решил сыграть КС8, Б5 КС7 КД4, КБ8 КЕ3 Ладья А5 Понял соперник мою идею КФ3 Ладья Б5 Ладья Б2 Ладья Б5 Ладья А8 КРЦ7 Ладья А8 КРБ6 Б8 ферзь КРЦ5 И черные сдались Ну то есть, в принципе, эншпиль я провел очень хорошо После того, как удалось отыграть качество У соперника шансов не было Так, теперь заходим в FEN В PGM Скачать без аннотации Нажимаем Скачивается Скачивается, опять же, как говорил, в папку Download Которая находится в моих документах Переходим к следующей партии Так, следующая партия Да, коротенькая партия Тут, в принципе, ее, наверное, и анализировать-то нечего Зевнул соперник Ну давайте посмотрим Е4, Е5 Конь Ф3, Конь Ф6 Русская партия Слон С4 Слон С5 Рокировка Рокировка С3 Конь Гет Е4 Ладья Е1 Вот этот ход зря сделал Я еще сразу-то и не увидел Слон Гет Ф2 Входа Д5 Слон Гет Ф2 Со второго попытки увидел Такая партия Так Заходим в анализ Так Скачать Скачиваем партию И переходим к следующей Так Компьютерный анализ Запросить компьютерный анализ После турнира Я играю в основном только турниры Очень удобно просматривать в этой программе экспресс Вот этим компьютерным анализом Свои ошибки Уже сами идеи Это уже при разборе Подробном разборе партии Блиц я играю только 5 и 10 минут От трехминутных блиц я отказался Потому что По времени Либо по времени проигрываешь Либо Все-таки не хватает времени Для того, чтобы находить Сильные ходы Поэтому Перешел Сейчас на игру Только 5 и 10 минут Так Смотрим В партии Один сомнительный ход у меня У соперника Две грубых ошибки Две ошибки И один сомнительный ход Соперник был С рейтингом Таким же Как у меня Итак Смотрим партию Е4 Д6 Д4 Конь Ф6 Конь С3 Ж6 Кирцу Финцев Ф3 Слон Ж7 Слон Е3 Рокировка Ферзь Д2 Б6 Рокировка Три ноля Слон Б7 Ж4 С5 Д5 А6 Слон А6 Б5 Слон Ж7 Король Ж7 Аж 4 Аж 5 Ж Конь Аж 5 Конь Ж на Е2 Ну вот по нулям стал Этот вариант Оценивать компьютер Ладья Аж 8 Конь Ф4 Слон С8 Считает ошибочным ходом Советует Размен на Ф4 Конь бьет Аж 5 Ладья бьет Аж 5 Слон Е2 Е6 Грубейшая ошибка Советует Ферзь Аж 8 Сопернику Е6 Ф4 Ладья бьет Аж 4 Де Вместо слон бьет Е6 Советует конь С6 Но естественно Это такой сложный ход поднять Причем Перевес белых В любом случае После этого хода Слон Е6 Принципиальный Все таки Ф5 Грубейшая еще одна ошибка Ладья Аж 1 Надо было конь С6 Даже в этом случае То есть отдавать фигуру Советует уже компьютер Черным Ладья Аж 1 ЖФ Ферзь Аж 6 Вместо ЖФ Ж5 Советует Но это уже не спасало Ферзь Аж 6 Шах Король Ж8 Ферзь Аж 8 Мат Так Вот такая партия Скачать без аннотаций Находим FNPGN Скачать без аннотаций Партия скачана Переходим к следующей Анализ Компьютерный анализ Экспресс-анализ Так Анализ завершен Давайте смотреть Так У меня Ох Два сомнительных входа Шесть ошибок Две грубых ошибки У соперника Четыре сомнительных Хода Три ошибки Четыре грубых ошибки Грубых ошибок У него больше Вот Скорее всего И занят Он и проиграл То есть Грубым ошибкам Можно доверять Компьютеру То есть Это тактика Итак Смотрим Е4 Е5 Конь Ф3 Конь С6 Д4 ЕД Конь Д4 Слунь С5 Конь БЮ С6 БЦ Шотландская партия Разыграна Слон Слон Д2 Ладья Б8 Рокировка Конь Ф6 Конь Ф6 Слон Ф3 Д6 Ладья Е1 Рокировка Е5 Ход осуждается Конь С3 Советуется Спокойно На развитие Так Е5 Конь Д7 ЕД ЦД Слон С6 Грубейшая ошибка Спешка Несъедобная Следовало Играть На развитие Конь С3 Я это уже понял Потом Смотрите Как меня Соперник За это Наказал Конь Е5 Слон Д5 Еще одна ошибка Слон Ф3 Надо было Возвращаться Слон Д5 Ферзь H4 Перевес На стороне Черных Почти В три Пешки Слон Е3 Конь Ж4 H3 Конь Е3 ФЕ Ладья Б2 Вот здесь Комбинация Прошла Надо Вот этот момент Посмотреть Вместо Конь Е3 Компьютер советует Конь бьет Ф2 Отличнейший ход Выясняется Что ход Слон бьет Ф2 Слон бьет Ф2 И Слон бьет Е1 А даже не так На конь бьет На конь бьет Ф2 Естественно Это Лучше Ферзь Д2 И тут Наносит Комбьет H3 Ну то есть Комбинация Идет У черных Связанных с ходом Конь бьет Ф2 Соперник Эту комбинацию Не увидел Сыграл просто На размен Конь бьет Е3 Фе Часть Перевеса Своего Он потерял Всего В одну пешку Перевес Пока еще Бороться можно Ладья бьет Б2 Король H1 Грубейшая Ошибка Конь С3 Надо было играть Да Это я тоже понял После того Как соперник Сыграл И когда я Комментировал Онлайн Свою игру Сказал то что Здесь Вечный шах У черных есть Но он действительно Есть Но есть также И возможность Игры На победу Слон бьет H3 Последовало GH Ферзь H3 Шах Король G1 Слон Е3 Шах Приходится Качество Отдавать Слон Е3 Ферзь Е3 Шах Король F1 Ладья B4 Надо было Играть Сладья C8 Советует Компьютер И сдваивать Просто Напросто Ладья И побеждать Так C4 Также Осуждается Слон F3 Советует Но в тяжелой Позиции Тут сложно Советовать Тут самое главное Я старался Уже Запутать Соперника Чтобы он Допустил Ошибку В атаке Возвращается Ладья На B2 Ферзь Е1 Грубейшая Ошибка Но опять же Я говорю То что Тут уже Позиция Тяжелая И просто Хотел Попытаться Запутать Соперник Ошибается Играет Ферзь F4 Шах Часть Перевеса Улетучивается От огромного В 10 Пешек Остается В 6 Пешек Король G1 Ладья H2 Еще Немножко Уменьшается Перевес Надо было Играть Ферзь H2 Сдвоенные Ладья И ферзь Второй Горизонтали Давали Возможность Уже Серьезных Угроз Оставалось Только Подвести Еще Одну Ладью И Скорее Все Была Зафиксирована Победа Более Того Можно Было Даже Открыть Форточку И Пожертвовать Ладью На поле Е8 Такая Еще Идея Была С тем Чтобы Нейтрализовать Ферзя Белого От защиты Отвлечь Давайте Смотреть Дальше Конь С3 Ладья H3 Еще Один Неточный Ход Ошибочный Ладья С2 Надо было Играть Но кто Мог Подумать Что Ладья То есть Логично Играет Соперник В логике Ему Не откажешь То есть Он перевел Ладью С Б2 Б2 На королевский Фланг И Естественно Играет На королевском Фланге Но От перевеса Осталось Уже Три Пешки Конь Б5 Надо было Играть Конь Е2 Плотнее Но Я Решил Продолжать Запутывать Соперника Как будто Играя Как ни в чем Не бывало Как будто Не под матом А6 Конь С7 Ладья Ж3 Шах Слон Ж2 Аш5 Вновь Выпускает Большую часть Перевеса Ферзь Д4 Надо было Играть Конь Д5 Ферзь Ж5 Теперь Выпускает Еще Больший Перевес После Хода Конь Д5 Минус Две Пешки Только Остается Ферзь Ф2 Ладья Б8 Ладья Ф1 И вот Здесь Соперник Вообще Сыграл Из рук Вон Плохо То есть Атака Ему не удалась Увидел Что пешка Ф7 Провисает Решил Защитить Возвращать Ладью На Ф8 Не хотел Ладья Б7 Сыграть Под связку Тоже Не захотел Хотя Это связка Мнимая Потому что Слон Тоже Связан В свою очередь Сыграл Ферзь Ж6 Но хуже Ходом Сделать Было Сложно И На Вилке Вот он Проиграл И сдался Так Теперь Заходим В Фэн ПЖМ Скачать Без Компьютерный Анализ Запросить Анализ Один Продолжение следует... 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 Застоялся он в атаке на белого короля И наносит все-таки удар Конь идет f2 Перевес в 3 пешки Почти Король идет f2 Ферзь f6 Выпускающий преимущество Советует не разменивать ферзей Играть на атаку Ферзь h4 Шах Так надо было играть Но Часть перевеса Получается отдал я Ферзь f3 Слон d4 Шах Король f1 Упор не защищаться Король g3 Но это будет видно из партии Что последовало Это ферзь f3 gf И слон идет H3 Забрали важнейшую пешку На королевском фланге черной Король e2 Конь c6 c3 Ладья f на e8 Король d2 Слон f6 Ладья e8 Ладья e8 Король d1 d4 Слон d2 Но осуждать Сильно ходы белых Сложно Потому что у них Позиция Очень плохая Фигуры не развитые По материалу они проигрывают Королевский фланг они проиграли Тут Можно образовать легко Отдаленную проходную пешку Слон g2 f4 h5 Конь a3 h4 Конь c4 h3 Перевес уже в 7 пешек Король c2 h2 h2 Конь d6 Ладья e7 Конь f5 Слон e4 Мат в 7 ходов Но тут важнее не то что мат А то что король вынужден Будет закрыть ладье Выход по первой горизонтали И пешка пройдет ферзи А конь уничтожается То есть выигрыш и по материалу И еще и пешка проходит ферзи Белые сдались Так сохраняем Партию без аннотации Переходим к следующей Анализ Компьютерный анализ Запросить компьютерный анализ Продолжение следует... вот смотрим на соперника он играл берсерком то есть вместо 10 минут на партию он оставил себе пять минут для того чтобы в случае победы заработать лишнее очко то есть за победу взять не 2 очка а может быть 3 или у него если череда побед то и 5 очков даже за одну партию давайте смотреть d4 конь f6 c4 g6 слон g5 слон g7 конь c3 рокировка е3 c6 b4 d5 c5 конь е4 конь е4 де слон c4 ферзь c7 советует b5 вход конь е2 е5 d5 cd слон бьет d5 опять ферзь b3 осуждает ход за белых советует ход конь c3 и так ферзь b3 а.б. ферзь бьет b4 перевес после этого хода у черных в пешку надо было играть рокировка заканчивать развитие пони а6 ферзь бьет е4 еще одна неточность ферзь b6 надо было играть разменивать ферзей но энтепель никто играть не любит это скучно ферзь а5 шах король f1 и так ладья h1 застряла король ей переградил путь рокировка не состоялась вовремя и вот теперь лишение рокировки конь бьет c5 ферзь c2 ферзь c4 точнее советует компьютер d4 выпускает перевес за черных вместо е4 советует ход конь е6 такой парадоксальный честно говоря я решил е4 сыграть по активней и 4 но соперник как раз и расчет оправдался соперник ошибся сыграл ладья c1 уводя ферзю уводя ладью из-под удара слона g7 но неудачно ладья d1 надо было немного немного не туда поставил ладью конь d3 позволил мне вот темповой ход конем сделать ладья d1 еще одна ошибка ферзь d5 вместо ладья d1 советует конь е4 защищая слона в данном случае остались без фигуры и партия продолжалась недолго слон f4 слон g4 ф3 слон f5 конь c3 слон бьет c3 ферзь бьет c3 и вот здесь место ферзь бьет а2 сильнее е бьет f3 кто бы мог подумать разрушая прикрытие короля обнажая его до случае gf просто ферзь бьет f3 и ферзь f2 мат проглядел я эту идею решил зайти с другого боку ферзь бьет а2 перевес это не выпускает слон а6 и соперник зевну мат ферзь ферзь f2 мат так закончилась эта партия скачать без аннотаций возвращаемся к партиям следующая партия компьютерный анализ и Продолжение следует... 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 1 2 3 4 5 партий полоса из четырех проигрышных партий моих самое интересное это не только выигранные партии смотреть но и проигранные компьютерный анализ запросить компьютерный анализ прозранные партии как раз говорят о недостатке мастерства в каких-то позициях просто теряешь не тебе теряешь позицию начинаешь играть слабо но когда слабо играешь и допускаешь естественно и ошибки и проигрываюсь поэтому в первую очередь надо разбирать проигранные поединки чтобы не допустить их в дальнейшем хотя следует сказать что у меня сыгранных на лиц на ли честь и партий больше уже 1000 1400 и ни одной повторяющейся партии так и не сыграно хотя я узкий узкий дебютный репертуар играем итак смотрим что там проанализировал две грубых ошибки две ошибки один сомнительный ход у соперника одна грубая ошибка два сомнительных хода то есть играл чуть четче соперник и благодаря этому благодаря меньшим ошибкам он и победил посмотрим как это было в самой партии е4 е5 конь f3 конь f6 русская партия c3 конь c6 переход в дебют четырех коней слон b5 слон c5 d3 конь d4 слон c4 d6 слон g5 c6 h3 считает что надо было размениваться надо 4 рисует перевес черных уже то есть мой по дебюту h6 слон h4 g5 слон g3 g4 ход критикует как видно будет из партии действительно поспешил я сходом g4 b5 надо было играть вот так масштабно по всей доске но это в дальнейшем я буду разбираться но игра конечно масштабная то есть h6 g5 и потом b5 на ферзевом фланге то же самое зажимая с двух сторон и по центру и на флангах и так же 4 конь d4 беде конь a4 жж конь dc5 hg водя g1 dc водя бьет g2 слон g4 ферзь d2 конь h5 нули рисует компьютер слон е5 водя же 8 вот он вот она ошибка f6 надо было играть думал я над этим ходом в партии но что-то как-то просчитался с тем что не досчитал видимо ведь после того как ты играешь f6 не образуется такой связки которая получилась в партии то есть сыграв ладья g8 просто попал под связку f3 ход не доглядел дальше больше ошибка потянула за собой следующую ошибку стану упираться в этого слона сыграл ферзь h4 ферзь f2 ферзь бьет f2 король бьет f2 вот остался уже без ферзей тем более сейчас останусь без фигуры тут играть уже как говорится не о чем то есть можно сказать одна ошибка была тут написано у меня значит анализировано две грубые ошибки но видно что одна и решающая ошибка все остальное это уже не важно было 3 0 fg f6 вот еще одна грубая ошибка слон h2 причем соперник выиграл с грубой ошибкой засчитал ему компьютер это за грубую ошибку слон g6 советует ход с выигрышем со связкой с выигрышем вот но я сдался после хода простого спокойного слон h2 потому что играть тут не о чем так сохраняем партию без нотации смотрим дальше и соперники как на подбор пошли сильные в этом промежутке то есть я как набрал очков стали попадаться уже соперники из лидирующей группы те которые шли на первых местах то есть я и сам был в лидирующей группе но вот не не удержался на втором месте на третьем месте 1 1 место было в недосягаемость там комплект игрок играл берсерком и выигрывал множество партий то есть набирал набрал очень большое количество очков без без берсерка надо играть просто идеально обыгрывая всех тут у нас соперник был встретимым 2244 так у меня пять сомнительных ходов одна ошибка то есть ни одной грубой ошибки у соперника всего лишь один сомнительный ход то есть можно сказать идеальная игра с его стороны давайте смотреть е4 е6 конь f3 d5 французская защита вариант с выходом коня на f3 ед ед d4 конь f6 h3 слон d6 слон d3 рокировка рокировка h6 ладья е1 слон е6 конь е5 конь bd7 вот вместо конь d7 советую не спешить с разменами а сыграть слон f4 подкрепляя коня я сыграл попроще ферд беды 7 конь d2 слон бьет h3 нанес вот такой удар соперник причем просто сложно защищаться против этого вот мы сейчас посмотрим как велась защита образцов ли фигура за две пешки пожертвована ферзь бьет h3 ферзь ферзь h2 шах король f1 рисует что перевес белых в этой позиции ладья она е8 и вот в этой позиции я не справился все-таки надо было закрываться слоном слон е2 считал я этот вариант но так и не досчитал до него до конца не заметил того что ферзь g2 заставляет уйти с активной позиции ферзя и все-таки можно раскрутить позицию белых после этой жертвы которая стеснила их игру раскрутиться можно до c4 конечно это не проигрыш по нулям рисует компьютер ладья бьет е1 король бьет е1 ферзь g1 шах конь f1 ладья е8 и вот здесь следовало закрыться слоном развивая фигуру думал тоже и над этим ходом но так и не решился посчитал что атака будет опаснее после этого хода слон е3 не досчитал того что надо все-таки стараться было развить фигуры король бы успел уйти боялся я еще вот этого шаха на b4 то есть закрываемся слон е3 и следует шах слон b4 и король d1 но ничего страшного не происходило король бы уходил на c2 и ладья выходил бы в игру но как соперника задумка удалась то есть он пожертвовал фигуру и заставил меня защищаться в тяжелой защите я не нашел лучших продолжений и так конь е4 сыграл я слон е4 советую не спешить с разменом и действительно король c2 надо было все таки отдать пешку эту f2 не цепляться за нее отдать но я посчитал что эндшпиль будет прозрачный слон бьет е4 ладья бьет е4 конь е3 ладья бьет d4 король c3 слон е5 вместо король c2 советует более активно ферзь f5 активную защиту делать не предусмотрела этого хода там может быть и на вечный шаг можно было уползти после хода f6 не знаю точно не досчитал я этого совершенно сыграл попроще король c2 dc ладья b1 тоже осуждает ход предлагает размен ферзей но я почему не сыграл ферзи 2 из-за ферзь е1 и потом грозит ферзь е2 ход с выигрышем не досчитал а тут оказывается после ферзь е1 ферзь f1 то есть крутится оба ферзя на небольшом участке белые приглашают разменяться черные отказываются и вот после хода ладья b1 и ладья f4 я сдался компьютер пишет преимущество в 2 с половиной пешки но тут я посчитал что играть бессмысленно потеряв пешку из 2 и сдался так копируем партию скачать без аннотации и переходим следующий остается немного три партии проанализировать экспресс-анализ делать это вот был такой турнир компьютерный анализ запросить запрашиваем я вообще считаю что полезнее играть именно в турнире потому что соперники будут встречаться если вы будете побеждать то будут встречаться соперники которые будут иметь равное количество с вами очков и могут попасться и более рейтинговые шахматисты как было вот в предыдущей партии у меня был рейтинг 1900 с чем-то у соперника 2 200 с чем-то то есть попался соперник рейтинговый так давайте смотреть что тут у нас у четыре сомнительных хода это мы в расчет не берем самое главное 6 ошибок и три грубых ошибки то есть в тактике на ошибался соперник также в тактике два раза грубо ошибся 7 сомнительных ходов не принимаем в расчет потому что компьютер там может ошибаться одна ошибка то есть но явно ошибок меньше у соперника поэтому заслуженно выиграл а теперь посмотрим как это в партии будет выглядеть и 4 и 5 f4 вот уже королевский комбит считается сомнительным компьютером то есть это как видите совершенно можно не обращать на сомнительные ходы д6 конь f3 еf солнце 4 g5 рокировка слон g4 конце 3 конь c6 b4 да вот здесь я ошибся и чуть не получил мат легали но вернее может стать получил сыграв конь е5 я получил ответ конь бьют е5 с идеей мат легали до игрался можно так сказать это вот основная ошибка прям в дебюте надо было спокойно играть слон g7 надо было играть слон g7 и в таком случае не произошло такого драматизма партии давайте смотреть дальше конь бьет е5 конь бьет е5 д и е пришлось нельзя слон бьет д1 из-за мата в два хода слон бьет f7 и конь d5 мат красивый мат легали я его не захотел получать поэтому отдал фигуру соперник в отмеску решил отдать тоже фигуру слон бьет f7 шах естественно было просто спокойнее взять ферзь для g4 но он опасался видимо ходы ферзь d4 шах и ферзь c4 поэтому решил отдать за пешку король f7 ферзь g4 и вот она за решающая ошибка еще одна вернее не решающая но важная ошибка слон бьет b4 соблазнился пешкой посчитал что необходимо запастись пешками надо было собирать пони h6 на развитие закончится развитие королевского фланга но это было сосчитать проблематично гораздо проще конечно взять то что плохо лежит слон бьет b4 конь d5 еще один неточный ход слон c5 конь f6 советует компьютер предлагая размен так слон c5 король h1 h5 опять осуждает c6 советуется выгонять думал я над этим ходом c6 долго решил что можно обойтись без него но позиция уже тяжелая у черных ферзь f5 шах конь f6 ферзь бьет е5 забирая важную пешку которая цементировала центр конь g4 ошибочный ход но тут уже советовать что-либо сложно любой переход в эндшпель в пользу белых компьютер советует ход конь бьет d5 но я решил сыграть вот таким образом конь g4 ферзь f5 и вот здесь сыграл грубейшую ошибку король g7 не заметил что слон на b2 выходят и дает такой шаг который заканчивает муж сказать игру сразу но соперник просчитался сыграл h3 и вот здесь я мог сыграть уже сильнее а именно слон d4 как советует компьютер слон d4 не опасаясь хода аж иначе будет мат то есть оба короля оказываются в равной степени зависимы но я сыграл слабо ладья аж 6 идея правда есть увести из подсвязки слон b2 ладью слон b2 шах король g8 d4 советует сразу же ход конь бьет f4 вот таким образом заканчивать игру в партии но соперник сыграл понадежнее на длинные пешки перевесом конечно часть упустил но не до такой степени чтобы не выиграть партию слон f8 аж аж король g1 g3 ладья а на e1 слон g7 е5 здесь соперник допустил ошибку которую я мог использовать да он зиму коня то есть вернул мне фигуру ферзь бьет d5 ферзь бьет g5 и вот здесь я ошибся вместо ладья f8 надо было играть ладья аж 2 намат g2 нацелиться и создать проблемы проблемы белым но я посчитал что это пустая угроза поэтому так не сыграл не досчитал просто этого вот даже 10 минут не хватает для того чтобы играть в хорошие шахматы ладья f8 ладья бьет f4 ладья бьет f4 ферзь бьет f4 и здесь еще одна ошибка ферзь c4 здесь необходимо было бить ферзь а2 а2 сразу я это увидел после того как сходил ход ферзь c4 подумала зачем надо было играть в ферзь c4 чтобы взять пешку c2 когда можно было сразу напасть с темпом на слона белого вот из равной позиции получается соперник допускал также ошибки ферзь c4 c3 с его стороны это тоже уступка ферзь бьет g3 сильнее ферзь бьет a2 слон c1 а5 но здесь я просто растерялся опять ход просто в никуда ладья g6 нам было цепляться до конца за важнейшую пешку g3 которая связывает белого короля возможно получил получилось бы связать и фигуры на движение пешки а можно было сделать чуть позже но я пошел во все вытяжки от h5 а5 ферзь бьет g3 а4 просто отдал на ровном месте ладью ладья b6 надо было переводить ладью таким образом и стараться надвигать пешку хотя далеко ладья тоже выйти не может потому что грозит постоянно ход е6 и и после слон бьет а6 а4 слон бьет а6 я пришлось сдаться посмотрели эту партию скачать без аннотации итак осталось нам посмотреть две партии так анализ компьютерный анализ так это я играл опять попался рейтинговый шахматист 2256 то есть превышая мой рейтинг на 200 пунктов и как вы увидите в партии я уже партию по последней позиции помню пожертвовал я в эншпиле слона остался играть пешечный эншпиль то есть у меня одни пешки рассчитывал провести проходную пешку но просто подарил победу можно так сказать не считал ошибок сомнительных ходов 10 на это не обращаю внимание как я уже сказал ошибок 2 грубых ошибки 1 вот грубая ошибка она и привела поражение у соперника 8 сомнительных ходов одна ошибка ошибка была в данном случае то что я зря перешел начал отдавать этого слона нельзя было отдавать надо было просто фиксировать ничью но это мы увидим а теперь посмотрим как развивалась сама партия е4 е5 конь f3 d5 так называемый элефант гамбит конь бьет е5 слон d6 d4 de конь c3 слон бьет е5 de ферзь бьет d1 конь бьет d1 конь c6 конь c3 f5 ход f5 сразу дает перевес белым слон е6 советует компьютер играть это вот как раз ошибка со стороны черных была моего соперника всего единственная ошибка и ошибка с моей стороны одна из ошибок еф надо было играть конь b5 кто бы мог подумать не просчитал я этот маневр конь b5 с нападением на пункт c7 на вилку но конь маневр конь сложный ход е.ф по крайней мере для меня конь бьет конь f6 слон бьет слон бьет слон дэ7 слон Ф4, 3-0, 3-0, А6, слон С4, слон Ф5, ладья бьет Д8, ладья Д1, конь Д4, конь Е2, С5, С3, конь Д2, слон Д2, ладья бьет Д1, король Д7, Х3, конь Д5, слон Е5, Е3, король Е1, Ж6, слон Ж4, слон Ж4, ХЖ, король Е6, слон Б8, С4, король Е2, ЕФ, король Ф2, конь Ф6, король Ф3, король Д5, король Ф4, конь Е4, слон Е5, конь Ф2, слон Д4, конь Е4, Б4, Х6, после этого хода пишет нули, компьютер А4, Б5, А5, конь Д6, слон Ж7, Ж5, король Ф3, конь Е4, король С3, конь Д6, слон Б8, Х6, конь Ф7, слон Ж7, конь Д6, слон Ф6, конь Ф7 и вот здесь я решил проверить, скажем так, вернее не проверить, а попробовать провести пешку, отдав слона, слон Б8, Ж5, пришла такая вот идея в голову, попробовать, ну и естественно это был ход ошибочный, после этого хода, слон Б8, пешки были остановлены, конь Д5, король Ф4, конь Е4, Ж5, конь ДЦ3, Ж6, король Е6, король Ж7, конь Ф6, Ж4, король Ф7, Ж5, конь Е8, Ж6, король Ж8, пешки полностью остановлены, парализованы, пришлось сдаться, скачать без аннотаций, и заключительная партия, компьютерный анализ запрашиваем, в моем любимом дебюте сицилианский дебют флона, так называемая антисицилианка, один из ходов антисицилианских, то есть вместо конь Ф3, мы можем сыграть ходы, слон С4, Д4, сицилианский гамбит, Б4, гамбит морра можем сыграть, то есть С3, свешникова ход, С3, то есть ходов много против сицилианки, кто играет сицилианку, должен быть готовым к любому из этих ходов, что сложно, и подготовиться к сицилианке тоже сложно. Итак, давайте смотреть заключительную партию. Сомнительный ход один, грубая ошибка одна, у соперника сомнительных ходов пять, ошибка одна, грубых ошибок две. Вот благодаря тому, что на одну грубую ошибку больше, и, наверное, она еще и последняя в партии соперника проиграла. Ну, теперь давайте смотреть, что было в партии. Е4, С5, слон С4, конь С6, С3, Е6, ферзь Е2, Б6, конь Ф3, слон Б7, конь Е4, конь Ф6, Д5, конь А5, ДЕ, слон Б5, конь С6, рокировка А6, ладья Д1, ферзь Е7, слон А4, Б5, слон С2. Ну, вот вместо конь Е5 советует слон Е7 на развитие сыграть. Черный. Конь Е5. А вместо А4, сыгранного мною, советует сыграть просто конь Б5. Хотя я что-то не понимал, как потом пешку Е4 защищать, ведь будет три нападения на нее. А может быть ее и не надо защищать. Вот компьютер приводит вариант, то что Ф4, прогоняя просто более активно располагая фигурой, но интересно, интересно компьютер советует. А4, С4, конь А3, слон Б3, ладья Б3, рокировка, конь Д4, конь Ж6, АБ, АБ, ладья А8, слон Б8, конь Б5. Перевес белых почти в две пешки после этого. В данной позиции компьютер оценивает ферзь С6, конь Д4, ферзь Б7, Ф3, Е5. Ошибка советует ладья С8. То есть так активно расставляться черные не имели права, считает компьютер. Конь Ф5, конь Ф4, ферзь Б4, ладья С8, грубейшая ошибка. А, вот, оба не разобрались в тактике. Вместо ладья С8 надо было играть конь Е6. А вместо сыгранного мною на ладья С8 надо было, оказывается, играть ферзь С8 и конь Е7 шаг в вилку делать. Вот что нужно было, выигрывать фигуру. Не увидел этого я. Да, обидно. Запорол может сказать идеальную партию. Ферзь Ф1. Перевес это, правда, не выпускает. Соперник здесь тут же сразу ошибся. Ладья С6. Еще одна грубейшая ошибка. Ну, два подряд хода ладьей в никуда. Ну, ладья С6 это просто непонятный ход. Как можно было на него решиться? Потому что восьмая горизонталь требовала внимания. Так, надо было сыграть ферзь С7. Но сложно что-либо советовать, потому что две пешки на ферзьевом фланге у белых. И они могут достаточно хорошо быть поддержаны. Осталось только отогнать коня Ф4. Закончить развитие белым. Разменять самое главное ферзей. И пешки станут реальной силой. Но после ладья С6 хода, естественно, последовал ход ладья Д8. Шах. И надо сдаваться, потому что от мата спасения нет. Так, партия закончила. Турнирный анализ партии закончен. Партию скачали. Повторяю, сохраняется это в базе Download. Мои документы. И есть у меня в описании канала ссылка, где можно скачать базы партий. А самое главное, есть такой pgn.bat файл, который объединяет все базы pgn, собранные в одной папке. Если они собраны в одну папку, и там находится вот этот вот файл pgn.bat файл, его запускаем, и он формирует новую базу, объединенную базу, куда объединяет все базы, находящиеся в папке. И называет ее по-другому. Поэтому все базы будут сохранены, ничего с ними не произойдет, только появится еще одна новая база, полностью объединенная. А на этом все. Всего доброго. До свидания.